всем здарова с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара 6 января 2022 год с утречка у всех паника биток у нас свалился до 42 тысячи долларов за единицу весь мир паникует многие блогеры топовые эксперты мировые аналитики говорят что ну все конец теперь биток свалится аж до 10 тысяч долларов я лично ребята думаю что это просто очередной разводняк чтобы хомяки продали все и топовые киты в общем все это дело закупили богатые люди богатеют бедные естественно беднеют не продавать только держать и просто переждите этот момент в принципе ничего грандиозного не происходит но в интернете конечно же происходит паника я сейчас буду показывать оборотную сторону что все в порядке все отлично в особенности в россии когда говорят что будут налоги будет все плохо у нас крипту не хотят принимать я подготовил интересные новости нашел российскую компанию которая занимается переходом на блокчейн вообще всей россии все банки всю налоговую систему медицина страхование все это уже давным-давно подготовлено и сейчас я вам покажу пройду на какие банки уже в блокчейн системе находятся какие есть у них уже разработки они за это все дело уже получили премии и дальше получают премии но нам конечно же приседают на уши и рассказывают как все будет максимально плохо начну с того что почему вообще это все делается мир переходит на блокчейн и в процессе естественно богатые люди хотят заработать еще больше денег в какой-то момент бедным людям дает возможность зайти в крипту и потом периодически этих бедных людей начинают пугать шугать в общем устраивают панические атаки люди со страху все это дело продают и вот так вот это происходит постоянно играют в общем с обычными людьми сначала говорят что все отлично потом пугают забирают люди ведутся на то что все супер все еще сейчас я разбогатею вливая туда деньги потом их резко пугают что все максимально плохо все рушится люди все сливают ну и вот так вот выгребают деньги у простых людей я не советую быть в числе вот таких вот лохов так сказать да для этого ты должен быть холдерам холд это быть постоянным не реагировать на вот такие вот новости просто докупай на сегодняшний день вот сейчас отлично просто суперская возможность докупить еще криптовалюты вот я например сегодня купил на 200 тысяч рублей несколько на криптовалют несколько монет которые меня интересуют и и вот эти все мои покупки это у меня есть в закрытом моем вип-чате это мы чуть позже про это поговорим короче говоря в такие моменты я только закупаю у меня вообще ноль реакции на всех этих мудаков которые рассказывают что все будет плохо я уже много лет в этой теме и уже блин про хавал вот эти все пугалки и шугалки на меня это все просто не работает потому что я изучил рынок знаю что будет знаю насколько уже мировая система подготовлена к этому так что давайте ребята пробежимся парочку новостей и покажу вам и и свой кошелек сейчас тоже покажу что с ним происходит и так капитализация у нас чуть-чуть снизилась 2 и 2 триллиона монеток у нас тоже чуть-чуть прибавилось 16 тысяч триста тридцать три единицы все больше и больше доминирует конечно же биткойна эфир и циферки давайте зафиксируем биток у нас 42 тысячи эфир тоже снизился 3 и 3 блин просто красота да как говорится бери не хочу солана 148 кардана просто красавчики 1 и 23 xrp 0 75 может просто вот просто берите и вообще даже не думаете матик 2 и 3 ну и так далее в общем ребята все в красной зоне и это просто великолепно не знаю я лично это все дело смотрю и просто кайфую вот я сегодня на хорошую сумму закупил крипты еще в свой портфель а у меня несколько их этих портфелей один из портфелей я вам постоянно показываю это ledger вот он самый и вот посмотрите как реагирует мой кошелек на сегодняшнее для кого-то падение для кого-то коррекция сегодня супруга ездили на поликлинику она там по своим делам в общем и я стою там просто жду жену когда она там выйдет из кабинета и другой мужик тоже сидит короче и ждет тоже свою жену я вот слышал с другом общаются на громкую включил и вот два чувака просто максимально паникуют блин bitcoin эфир обвалился что будем делать братан продаем покупаем короче я слушал 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 так вот просто человек сидит и максимально в панической атаке находится прикиньте в поликлинике и да кстати скажу у меня будет скоро не скоро но вот только процесс идет третий ребенок от зародился супруга у меня короче беременна там седьмой или восьмой или десятый там 10 недели не знаю по неделям я сильно не внедрялся в это дело и мы сейчас ходим и встали там на учет в офигенной поликлинике где там все по красоте короче и там такие же мужики как и я сидят и ждут своих короче жен и да кстати можете поздравить летом в августе у меня будет третий ребенок вот пацан или девчонка пока что не в курсе вот так что поехали дальше и вот этот чувак короче сидит я не выдержал вот этого вот вот этой паники что человеку плохо на просто подошел а я общительный человек подошел сел рядом короче он жену ждет и я тоже я грудь дружище слушай это не обвал все нормально там сонг а ты ну типа откуда знаешь а ты кто там все дела до игры я так-то так-то занимается это я блогер и все такое и человеку объяснил и тот наоборот обрадовался что все в порядке все дружбан на связи тоже слушает блин чё давай может встретимся не гору мне некогда встречаться можете игры смотреть мой канал и изучать информацию короче успокоил людей все в порядке человек с радостью там встретил из кабинета свою жену и они пошли короче дальше так что вот в живую даже до люди блин на это очень жестко реагируют и паникуют и вот мой портфель да здесь я потратил где-то около 15 тысяч и сегодня сюда я еще добавил получается 200 тысяч в долларах можете посчитать кстати доллар сегодня у нас подлетел аж до 77 рублей вот на это тоже есть вот причины и все эти причины как раз таки связаны с коррекцией биткоина и сюда ну получается но я не знаю сколько там тысяча с чем-то еще если по 77 мы посчитаем вот 200 тысяч да давайте вот так вот сделаем наглядно чтобы было поделим на 77 ну в долларах две с половиной тысячи в общем грубо говоря значит я сюда потратил 17000 долларов в этом кошельке кошельку весной будет почти два года и вот за это все время я ни разу не уходил в минуса и вот мой кошелек реагирует до максимально я здесь поднимал до 100 2000 напомню я вообще не продаю крипту я здесь только покупаю закидываю стейка и получаю проценты участвую в аирдропах и так далее и вот здесь вот эта игра происходит да вот верхний сверху вниз идем вверх чуть-чуть вниз и по 5 вот недавно 1 января поднялся до 82 тысячи и сейчас скорректировались опять 76 но я в любом случае в плюсе почему потому что нужно грамотно закупать крипту не реагировать на всяких мудаков которые в интернете рассказывают что все будет плохо и не сливать свою криптовалюту ребята не сливайте крипту потому что за криптой будущее а вас пытаются развести как лохов и на вас делают короче деньги и мне это не очень нравится так давайте посмотрим что сегодня такого грандиозного произошло что вот такая вот реакция есть несколько новостей в принципе много чего в мире происходит и есть общая такая как бы картина что происходит но есть такие яркие какие-то новости да которые ну чуть больше сегодня повлияли на биткоин вот и биткоин обвалился на 10 процентов за несколько часов после публикации протоколов фрс это уже вот связано как раз таки с деньгами в америке с долларом вот курс биткоина обрушивался 46 до 42 большинство альткоинов тоже продемонстрировали падение это связано с возможным началом роста процентных ставок в сша и беспорядками в казахстане короче два явления сегодня это у нас процентные ставки сша в общем там у них инфляция и все такое и как только они какую-то новость на выдают с этими ставками то рынок сразу реагирует и эта реакция распространяется на разные категории и поверх этого еще и как бы долбанула вот беспорядок в казахстане там у них вообще вырубили интернет чтобы подавить я так понял вот эти беспорядки вот вечером 5 января курс биткоина приблизился к минимум декабря так 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 многие монетки тоже давайте я сейчас посмотрю причину вот падение криптовалютного рынка отчасти обусловлено волнением на фондовом рынке которые начались после публикации протоколов недавнего заседания федерального резерва сша вот резкий рост инфляции вынужден регулятору ужесточить денежно-кредитную политику ну понятно короче это все дело влияет на весь мир и еще на курс биткоина повлиял энергетический кризис в казахстане из-за нехватки нефти которая привела к росту цен на газ по всей стране организуются массовые протесты и для подавления беспорядков администрация президента объявила чрезвычайное положение вот и они ввели в казахстан миротворческий контингент в общем вырубили там интернет майнеры остались без электричества и хешрейт битко тоже скорректировался и в общем это все дело привело к тому что курс битко свалился кто не в курсе это казахстан сейчас является один одной из топовых стран где майнят крипту вот им я так понял дали разрешение и они это делают но там тоже как бы огромное количество людей начали эту крипту добывать естественно очень мощное потребление электроэнергии ну и там свои короче заморочки конечно же начинаются потому что есть еще обычные граждане которые знать не знают ни про какой криптовалюты им нужно электричество газ и все такое экономика должна работать а тут просто набросились на страну со своими майнинговым оборудованием и устроили дурдом ну естественно реакция государства потом опять обратная реакция граждане недовольны и в общем там получаются естественно беспорядки но это все дело я думаю что выровняется нормализуется так это что у нас произошло грандиозного да вот за сегодняшний день дальше goldman sachs говорят что биткоин продолжит отбирать рыночную долю у золота аналитики крупного инвестиционного банка goldman sachs ожидают что биткоин продолжит увеличивать долю на рынке отбирая у золото а цена биткоина сможет достичь 100 тысяч долларов но это естественно так и будет проходить происходить тут даже наверное и изучать это не надо потому что золотишко это у нас будет так сказать прошлый век а биткоин будет уже придет на замену этого золота золотые запасы вот такое понятие да будет уже не золотые запасы а биткоин запасы у всех стран и потихонечку биткоин отвоевывает свои позиции и чем больше биток забирает свою долю естественно капитализация у нас там растет в крипте и курс тоже будет подниматься и в то что он будет стоить биткоине 100 тысяч и миллион долларов я в этом вообще не сомневаюсь как бы для меня это ноль сомнений давайте одну интересную новость еще зачитаем новые телевизоры samsung будут поддерживать nfc кстати есть еще один топовый эксперт который говорит что nfc будет превзойдет даже биткоин настолько это мощная штука но я не думаю что конечно nfc прям биток превзойдет потому что биток это есть биток и это вообще разные вещи но то что nfc это очень серьезная штука в мире это действительно так и вот сейчас начинается вот в этом году массово будут внедрять nfc в разные системы и вашем понимании конечно же nfc это просто там какая-то блин тупая картинка которая стоит до хера денег как бы вот и все понимают что такое nfc это картинка в миллионы долларов вот придурки типа зачем они это покупают вот пока что у большинства человечества кто только коснулся понятия блокчейны в частности nfc вот такое понимание это неправильное понимание потому что nfc это ну типа как если мы возьмем строительство и сказать вот в строительстве очень важная штука например цемент песок там кирпич вот и ты не можешь сказать что вот да нет цемент это не так важно там можно и не знаю из воздуха там воздух применить и построить дом там можно без цемент настроить да может быть и можно там как-то но цемент это очень важная вещь строительстве и это как бы есть но но когда-то люди не знали что такое цемент когда он пришел его узнали распространился и теперь в современном обществе скажет цемент это все понятно что это такое также nfc это такая вещь которая без которой просто не обойдется понятие блокчейн вот мир будущего без nfc не будет существовать потому что эта система токенизации все будет токенизироваться через nfc будут делать все запатентовывать будут музыкальная там индустрия игровая индустрия страховая там вообще все в этой жизни будет работать через систему токенизирования а это совместно с nfc вот южнокорейские производители электроники бытовой техники samsung планируют добавить возможность покупки коллекционных токенов несколько линейк своих умных телевизоров как отмечается в анонсе поддержку nfc получит линейки телевизоров микро лед не о лет и the frame поддержка коллекционных токенов будет добавлена в систему смарт хаб помимо nfc система будет поддерживать облачные игры и видео звонки в заявлении подчеркивается связи с ростом спроса на nfc потребность в создании решения для работы с коллекционными токенами в нашей экосистеме как никогда высока в 2022 году samsung представляет первый в мире браузер для nfc в телевизоре они первые сделают что в телеке вода не вообще первые сделать что вообще nfc в телеке будет еще и браузер будет это новаторская платформа позволяющая просматривать покупать отображать ваши любимые произведения искусства все в одном месте так что ребята очень много разных компаний внедрят вот эту вот вещь nfc и этот год вы постоянно будете слышать про это понятие и потихонечку через несколько лет вы просто поменяете свое с как бы отношение вообще в целом к блокчейн криптовалюте к биткоину к нфт к блокчейн играм сейчас недооценено понятие nfc и блокчейн игры например люди ну вообще просто не понимают что блокчейн игры это просто мощная очень мощная и сочная штука которая просто даст жару конкретно в ближайшие несколько лет в особенности вот в этом году будет прям будут бить в эту точку а это все жестко связано с nfc и вот это все взаимосвязи и потихонечку тост нас так приведут к блокчейн и потом вы уже будете ходить и до блокчейн nfc все понятно это вот так вот так все будет нормально как сейчас вам сказать там хлеб молоко цемент не знаю машина ну как бы естественные вещи сотовый телефон интернет ничего удивительного а раньше и сейчас многие люди например там удивляются вот этим всем вот словам что это такое что-то неземное что это за херня потом ничего удивительного но вот пока это все развивается на этом можно делать бабки давайте зачитаю смотрите какой ход делают теперь переходим плавненько как разводят лохов так сказать хомяков как вот мировое правительство ну как бы киты как киты разводят хомячков и отбирают у вас деньги системы работают так выходит естественно там определенные какие-то новости все это вот взаимосвязано вот можно миллион новостей сейчас конечно перечислить но суть такая приходит момент когда у крупных игроков им нужно закупить крипты пополнить свои портфели почему потому что все крупные игроки богатейшие люди мира очень хорошо осведомлены и понимают что будущее за криптовалютой и вот эта самая криптовалюта у них должна быть если они хотят оставаться также богатейшими людьми если у них не будет крипты то в будущем они не будут богатыми людьми в общем они обанкротятся соответственно они будут двигаться в этом направлении но чтобы богатые люди в таком количестве закупились естественно надо чтобы сейчас давайте вот открою вот надо чтобы они закупились подешевле естественно вот и когда они накапливают свои деньги подходят моменты и им нужно сделать закуп на этот момент происходит массовая атака массовый запуск негативных новостей чтобы хомяки просто обосрались со страху вот в прямом таком смысле чтобы вы прям обосрались и продали все что у них есть и накоплено для этого что делают я вот это четко заметил начинают вот такие типы как вот например вот этот питер шиф пидер шиф вот его правильно зовут пидер шиф можете они правильно читаю не знаю так написано пидер шиф вот чуть-чуть может быть шепеляви в этом плане не знаю но вот он пишет смотрите если биткоин преодолеет 42 тысячи долларов он достигнет 30 тысяч долларов если он сломает 30 тысяч долларов он может упасть до 15 тысяч долларов все это может случиться очень скоро если вы заняли деньги под свой биток биткоин вам лучше продать достаточно биткоинов сейчас чтобы погасить свой долг а не ликвидироваться позже по гораздо более низким ценам простыми словами типа слышь лошары продавайте свой биток прям сейчас потому что у нас очередь у вот этих богатых вот китов и они сейчас хотят закупить по нормальной цене давайте сливайте и залезайте там в долги идите бухайте с горя вот а киты должны закупиться чтобы разбогатеть и в будущем вас на утренних пятиминутках на работе там пинать вот орать на вас и вот так вот это все дело работали я заметил что вот такие посты вот именно сегодня прям огромное количество таких типов на выпускала один говорит 10 тысяч будет стоить другой там 15 другие там вообще биткоин закроется и кто вот этот такой чувак например в твиттере у него шестьсот двадцать тысяч подписчиков он так сказать влиятельный человек в твиттере и его многие слушают и читают и реагируют конечно же главные экономисты глобальная стратег вот председатель чего-то основатель чего-то и все такое вот естественно вот по-другому это ну как так сказать коршуны вот они налетают зашугают хомячки обосрались все продали и киты закупились и потом попозже он скажет ой ребята я чё-то ошибся извините ну так вот получилось и они главное так каждый раз делают я отслеживаю таких вот людей и они постоянно делают вот так типа бух там все все продали киты скупили потом опять напугали и вот эта схема работает вот просто идеально и идеально работает у меня кстати в моем закрытом чате вот есть таблицы я составил разные по дэфай монетам например да там по монетам layer 2 по оракулам самые топовые монеты которые в этом году дадут жару но тут есть еще такая штука как таблица влиятельных лиц блокчейн вот целый список прям в таблице перечисляется все влиятельные лица прям имя кто что какие соц сети у них составлено все прям вы можете перейти и по этой таблице подписаться на всех вот таких вот топовых типов и исходя из их вот этих вот сообщений делать определенные выводы если вы в курсе что делают топовые эксперты что они говорят и вы уже заметите знаете что вы не будете слушать там соседей для чего это надо вообще вы подписываетесь титры например на таких вот типов на самых топовых и потом например сегодня выходит новость что все надо продавать мир рушится ты захочешь такой смотришь они прям в один голос все один и тот же твит делают типа продавай 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 все будет плохо естественно что с чуваками договорились их ну так сказать им это выгодно и они это говорят вот с ними сотрудничают крупные компании там есть ряд таких вот экспертов влиятельных они говорят что все ребята мир рушится народ начинает продавать а киты в это время начинает конечно скупать есть есть чтобы не быть голословным да есть вот сайт не один а много всяких разных сайтов где вы можете например зайти посмотреть какие происходят покупки чтобы сделать эту аналитику понять нужно посмотреть что говорят вот эти блин гребаные эксперты которые шугают и в это же время пока они занимаются шуганием да вот разводят лохов киты вот например вот это третий по величине кит в мире вот сегодня 0 6 число купил еще на 179 биткоинов да а это у нас ребята там миллионы долларов и вот его общий баланс вот можно посмотреть баланс этого кита теперь составляет 5 миллиардов долларов да а это его общий баланс сколько у него биткоинов и они накапливают вы посмотрите плюс 372 битко плюс 456 биткоинов да я тут не вижу минусов они только в плюс уходят они только вот скупают скупают и вы можете например посмотреть вот как только на рынке какой-то шугняк и паника для кого-то это называется обвал конец света все рушится и тут сразу резко начинаются происходить покупки вот на огромные суммы почему это делается да потому что биткоина ребята в мире очень мало уже просто в обычном обороте есть биржи у каждой биржи есть определенный небольшой запас крипты но биржи не могут всю свою крипту слить вот этим вот китам у них денег много они хотят купить много но если биржа отдаст весь свой биткоин или еще какую-то там монету то получится что для обычных людей зайти на биржу а там ничего нету они разочаруются в бирже и больше туда ходить не будут да соответственно биржи на такие моменты вот когда обвал блокируют свои вот эти биржи и там нельзя типа выводить денег иногда выводится можно даже такие сообщения смотреть что 100 определенных бирж были выведены такие-то такие-то суммы это вот игра китов происходит но на биржах всегда есть какой-то там запас это сравнимо знаете с чем если вы например ходите в какой-то крупный супермаркет ну например у нас есть супермаркет метро вот мы сегодня туда заезжали я всегда туда заезжаю потому что там большой выбор много товара и когда бы я туда не приехал там всегда есть товар а вот представляете приедет какой-то богатый человек и метро предложит все я у тебя сегодня все покупаю весь твой товар в метро скуплю но для метро на этот момент выгодно да весь товар продаст они сделают хорошие деньги они же как бы этим и занимаются продают свой товар если кто-то купит то выгодно но я думаю что руководитель метро не даст этого сделать он не продаст весь товар почему потому что такие киты они иногда приходят очень редко а на этом в долгосрок денег не сделаешь основной бизнес строится на обычных людях на среднем классе соответственно если он какому-то киту продаст весь свой магазин а я завтра обычный человечешка да раб так сказать приеду в этот магазин зайду а там пусто товар и все у меня разочарование и получает а че мне туда тащиться я лучше в какой-то другой буду ездить если там такая фигня есть когда они привезут товар когда восстановят у них в течение там месяца будет застой товара нету про это начнет обычные вот люди сразу рассказывать и будут как бы про ну смеяться типо там товара нету и короче у них пойдет будет падать авторитет эта сеть просто может прогореть полноценно так что по крупнику такие магазины продавать не будут они работают средним классом ровно так же работают биржи биржи тоже не могут все что у них есть слить китам потому что работают со средним классом мы ежедневно заходим и работаем с биржей поэтому на биржах запас есть какой-то определенной крипты биткоина его мало в обороте просто очень мало майнеры последнее время есть статистика можно посмотреть например они все ушли в холд холд это значит они майнят и не продают свой биток просто накапливают если сравнить с предыдущими годами этот год вот ну 20-21 сейчас уже 22 до 21 год майнеры перешли вот как раз таки в холд они все в запас не продают а где вот этим миллионерам брать эту крипту только на майненный биток биткоин напечатать нельзя придумывать его нельзя есть 21 миллион биткоинов 90 процентов битка уже добыто осталось 10 процентов и эти 10 процентов будут добываться до 2140 года я не ошибся 2140 и это будет делаться постепенно потому что там заложен алгоритм что в определенную секунду можно добывать только определенное количество биткоина не больше система битка вот блокчейн битка не даст больше ну и соответственно очередь из вот этих вот китов растет мир все больше узнает крупные компании все больше узнает и хотят тоже залететь в это все дело биткоина все меньше и меньше и он не будет успеваться добываться естественно им где-то надо этот биткоин брать где его взять а биткоин будут забирать у вас короче разводить будут вас потому что у среднего класса накопилось достаточно много крипты но средний класс очень шугливое существо в целом и можно работать с помощью вот напугал забрал чем они в принципе и занимаются поэтому вот такие вот коррекции на рынке это работа вот как раз таки вот таких вот китов и они работают глобально и они работают совместно с такими топовыми известными экспертами которые в свою очередь ну подкидывают как бы в огонь дровишек дополнительные еще и маслом поливают и вы вот так вот постоянно будете читать ой паника все конец света все продаем раздаем потом они опять они же не могут вечно говорить что все будет плохо естественно им потом надо сказать что нет биткоин то это хорошая штука так что как только киты закупятся и вы можете вот так вот отслеживать опять все в порядке вот так что вот ребята здесь происходят мощненькие мощненькие сочненькие закупы вот кто-то сегодня закупился нормальненько и пополнил свой крипто портфель вот эти вот люди будут контролировать мир в будущем вот все те кто не продадут свою крипту и давайте последнее самое мощное сочное напоследок да очень много новостей вот если мы зайдем допустим и посмотрим в россии вот новости из россии да ну всем там кранты всех закроют вот госдума рф принимает закон о запрете крипты в общем паника все плохо вот все мошенники отбирают всех посадят что там еще они придумывают вот майнеры что-то там намутили им там их наругали вот роскомнадзор заблокирует все что можно ну в общем и так далее в общем всем пипец просто вот российские новости такие и постоянно говорят о том что типа в россии якобы мы в этом плане ничего не знаем мы в этом плане типа отстаем а в действительности посмотрите что происходит есть такая компания называется vives enterprise это топовая российская компания которая разрабатывает блокчейн технологии для россии и для всего мира и вот они вот начну вот с этой вот новости я вам оставлю ссылку или вы можете сами зайти посмотреть тут знаете фишка в чем они не скрывают эту информацию но и ее сильно и не распространяют вот нету по телевизору или вот так вот по новостям что есть такая компания они уже получили огромное количество разных наград вот посмотрите vives получила премию блокчейн live award 2021 вот vives получила эту премию в номинации лучшая компания внедряющая блокчейн в реальную экономику в ходе народного голосования компания обошла акси инфинити вичейн соль векар и других конкурентов вы прикиньте на каком уровне эта компания эта компания это российская компания зарегистрирована в россии награждение лауреатов прошло в рамках форума блокчейн live 2021 где также выступил директор про продукту vives артем колыхов рассказав об использовании блокчейна федеральной системе дистанционного голосования россии вот у них есть основной сайт и есть вот как их награждают они получают премии прям дохриллион всяких разных премий а теперь я вам покажу сейчас мы еще почитаем про это но быстренько забегу вперед вот сферы применения блокчейн решений и это уже реализованные проекты не то что они хотят что-то разработать может быть в россии что-то сделать нет проект реализован вот альфа банк например здесь уже больше 65 банков ну можно сказать все банки топовые россии уже подготовлены к блокчейн системе и вот здесь посмотрите в чем у нас уже это все дело подготовлено сферы применения блокчейн решений госсектор производство ритейл искусство электроэнергетика здравоохранение нефтегаз финтекс образование а теперь все вот посмотрите это уже реализовано и просто готовится но ждет моменты когда в россии это запустят голосование за инициативные проекты граждан прозрачное голосование для организации кэшпулинг сервис альфа банк для работы самозанятыми для самозанятых уже сделали систему на блокчейн альфа банк реализовал комплексное решение для автоматизации работы самозанятыми на базе блокчейн технологий проект реализован вот так вот вам голосование диссертационных советов по присуждению ученых степеней все это через блокчейн технологии учет электроэнергии децентрализованная система взаимодействия участников разных розничных рынков электроэнергии для пау розсети вот розсеть заказала у них проект на основе блокчейн все это будет децентрализовано понимаете дальше система мотивации сотрудников центр дошкольного образования объединяющий 14 учреждений дальше цепи поставок IOT данные пациента база медицинских данных пациентов на блокчейне трансграничные платежи система трансграничных платежей на основе блокчейн авторское право токенизация займов вот как я вам говорил да токенизация будет происходить автоматическая система цифровизации займов для металлургических компаний подлинность продукта система подтверждения подлинности продукта на блокчейн цепи поставок документа оборота система автоматизации процессов поставки материально-технических ресурсов медицинские записи система управления доступом к медицинским записям пациента тоже на блокчейн и вот у них например vives enterprise 2021 итоги и планы вот они тут проговаривают итоги и планы в россии в 2021 2021 год показал качественный скачок по внедрениям блокчейн технологии в крупных компаниях и госсекторе объем закупок по тематике блокчейн распределение реестры составил около 1,8 миллиардов рублей почти в 9 раз больше чем в 2022 2020 году у них значит качественный скачок вот пишут качественный скачок переход на блокчейн технологии лучше чем там предыдущих годах да а нам здесь новости вам всем пришел пипец переходишь сюда качественный переход все в порядке кто вам сказал что все будет плохо вообще проекты вайф интерпрайз продолжила развитие масштабных национальных проектов в россии блокчейн платформа федеральной налоговой службы россии самая большая корпоративно государственная блокчейн сеть страны уже включает около 200 узлов объединяющих десятки крупнейших кредитных организаций и трех государственных регуляторов первоначальная цель проекта выдача беспроцентных и льготных кредитов в рамках поддержки среднего и малого бизнеса во время пандемии но потенциал блокчейн платформы позволяет быстро и недорого создавать на основе сети другие масштабные проекты большой шаг вперед сделает другой национальный проект федеральная система дистанционного электронного голосования вот разные технологии внедряются вот ожидает в самом конце декабря мы предложили развивать алгоритм быстрого консенсуса награды получают блокчейн life awards русофт awards финн award вот быстро растущие экспортеры номинация вот им дали номинацию итоги третьего ежегодной премии русофт вот в рамках этой номинации вот состоявшегося 10 ноября на площадке какой-то там прошла третья церемония награждения IT в качестве номинанта были представлены IT компанией вот эта компания и тут пишет что вот вот кого награждают говорит для нас эта награда стала неожиданным но очень приятным сюрпризом ну да очень неожиданно куча уже всяких разных ребята наград просто вот я то не против я только за вот я за вот как бы ну я хочу сказать что я вот горжусь тем что в России есть такая компания и она разрабатывает очень много разных систем которые применяются в мире в топовых блокчейн системах и этих людей эту компанию знают за границей и они ценят эту компанию я посмотрел там она в топах но нам по телевизору рассказывают что гречка будет дороже жопа мира наступила что то я не знаю там блин в подъездах в очередной раз нужно что то там покрасить вообще блин это такая компания достигает уровня номинация там awards во всем мире там превосходят такие топовые компании это сравнимо с тем что я не знаю гагарин полетел в космос и и про это никто ничего не говорит вот вы знали про то что есть такая компания она топовая компания в мире да вот и они вот как бы лидеры в этом дело вот планы на 2022 год вот мы рассчитываем что в будущем году прикладное применение блокчейн будет развиваться не менее активно чем в 21 году в связи с этим планируем вот что они планируют активно развивать партнерскую программу как вендор блокчейн технологии чтобы расширить и использовать платформу waves на рынке рф выпустить open secure что то там версию платформы для продвижения в том числе и на мировом рынке продолжить разработку блокчейн решения в формате потенциал который доказан в этом году уже разработать собственный продукт для работы с цфа завершить сертификацию в фсб платформы waves как средство криптографической защиты информации в январе мы обновим дорожную карту как вам ребята такая тема вообще вот заходите и вот например вот у них система как она работает вот основная сеть вот оракулы dex голосование биллинг бизнес-приложения свопы основная сеть вот сетчейны мы там разбираем там полкодот да парачейны сетчейны как это все дело будет работать кстати сетчейны это топовая тема этого и года и будущих тоже лет а у них уже есть гибридный сетчейн вот привитый сетчейн и они это все дело уже используют вот понимаете они будут это вот в dex применять приложение бизнес-приложение банковская система уже вся в этой теме находится вот waves это гибридный блокчейн сочетающий в себе преимущество технологий приватного эксклюзивного блокчейн в зависимости от требований заказчика решение может быть развернуто в эксклюзивной или приватной сети короче это ну в принципе тот же эфир тот же полкодот это открытый исходный код блокчейн который они сами разработали и на основе этого блокчейна можно организовать любое приложение любую систему любую площадку любую биржу да хоть что вообще вот как сейчас перечислили что угодно это будет сердцем этого процесса вот системный токен платформы вот смотрите waves enterprise систем токен WEST это их токен WEST ну да я не знаю давайте посмотрим я еще кстати сам не смотрел ну допустим наберем WEST вот сейчас посмотрим это они или нет убедимся да они самые и вот их монетка ребята вот посмотрите я пока не буду вам рекомендовать покупать это или не покупать не знаю вот но если по логике вещей да если эта компания блин разрабатывает все на свете в России еще и за границу поставляет то блин налоговая ФСБ всем вот всем будет делать эта компания так на рынке вот где это можно купить они еще есть на биржах ни хрена себе блин я вот сам не знал вот только смотрю вот на KuCoin на Gate есть Vives Exchange надо будет наверное все таки какую-то какое-то количество купить потому что тут в принципе они стоят недорого единственное вот с какими они кошельками работают вот тут кошельки не указаны социальные сети рынок может на самой бирже только можно купить это я пока не знаю так 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 что у них тут есть сообщество twitter есть давайте на twitter посмотрим надо поставить читать кстати не так много здесь у них и читателей вот Vives рада сообщить об итогах года ключевые проекты вот вы прикиньте это топовая компания России которая для всей России фигарит всякие разные проекты вся Россия на этом будет двенадцать тысяч подписчиков блин просто что происходит что за фигня это просто страничка так сказать как будто типа Гагарин такой рядом с тобой сел прилетел там из прошлого такой Гагарин сидит такой так ну типа здорово там все я Гагарин такой ну да 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 пока пошел вообще похер что это Гагарин мы первые в космос попали и все такое вообще плевать вот сейчас такая же фигня какая-то происходит я когда все это вот дело обмозговал думаю что вообще такое происходит так это надо блин везде рассказывать всей России сказать что блин вот такая монетка есть у нас такая компания есть ребята гордитесь это круто давайте все туда вольем этот токен раскачаем но нет конечно же нет здесь это пока что не нужно потому что пока удерживают кстати сегодня смотрел один видосик там в этом видео в Америке русские блогеры ходят на улице Америки и спрашивают американцев кто первый полетел в космос в общем всех кого спросили все говорили Армстронг в общем это человек который на Луну приземлился приземлился и они спрашивают ну он же на Луну приземлился а в космос кто первый попал вообще не знают ни один не сказал Гагарин вот ни один у меня такое ощущение что только мы знаем что Гагарин в космос блин полетел и чем мы отличаемся например от тех же американцев и европейцев эссеровские люди мы знаем и свое и знаем что в мире в целом происходит вот в этом плане мы не тупим я знаю что Гагарин первый в космос полетел а вот этот Армстронг он на Луну приземлился а тем блин втирают что они вообще просто первые во всем вот про Гагарина знать ничего не знают как будто его не существует и естественно все топовые разработки делаются конечно же из России российскими программистами программистами и этим же российскими программистами которые едут например куда им за границу работают потому что мозги работают в разработках только эссеровских людей потому что мы разносторонние существа мы интересуемся разными не только тем что вот вокруг вашего дома в огороде есть кто в космос полетел не знаю там птичка блин вот как то вот так так что ребята вот такая вот вам информация вот у них еще тут пост все news есть для чего государство и бизнес в России используют блокчейн вот почему такие статьи не распространяют в интернете спрашивается вайвс интерпрайз российский разработчик одноименной блокчейн платформы которая входит в реестр отечественного ПО и уже применяется в ряде информационных систем использующих свойства этой технологии и реализующих важные функции для государства и бизнеса вы прикиньте уровень компании бренд вайвс представляют компания разработчик веб3 технологии и системы интегратор веб3 интегратор одним из наиболее стала блокчейн платформа федеральной налоговой службы они для налоговой службы делают разработку по прогнозу грант чего-то рынок блокчейна будет ежегодно расти более чем на 80 гребаных процентов и что закроют завтра блокчейн и биткоин наверное завтра блин лопнет как мыль на пузырь налоговая служба разработала уже блокчейн технологию блин и они же прогнозируют блин рост на 80 процентов ежегодно этих технологий ближайшие годы вот блокчейн технологии распространяться на новые рынки и отрасли медицина СМИ туризм государственные сервисы в частности блокчейн технологии в 2020 года активно используется уже используется уже в НС России обалдеть как отмечают в вайвес разрабатывшие платформу этот проект уникален и для России и для мирового опыта цифровой трансформации совместно с Ростелеком куда без них и по заказу Центральной избирательной комиссии куда без них создала система федерального дистанционного электронного голосования выборы на блокчейне проходят в ряде регионов РФ уже несколько лет а вот ни хрена себе а вы знали про это вообще что выборы в России уже на блокчейн технологии уже несколько лет проходят я только знал вот про эту херню что нас всех посадят и Госдума РФ может принять законопроект о запрете криптовалют в 2022 году я лично вот только такие новости узнаю и вы про это только пишите что нам всем хана но вот такие вот новости как-то не распространяются дальше что у нас тут есть кроме того говорят эти товарищи компания разрабатывает решения в самых разных отраслях для ряда коммерческих организаций включая Альфа Банк Альфа Банк ВТБ Сбербанк это топовые банки Российской Федерации блокчейн без спекуляций большинство известных в мире блокчейн платформ нацелено на выпуске различные операции с криптовалютами этот сегмент уже стал мейнстримом и продолжает привлекать значительный объем инвестиций однако блокчейн технологии не ограничиваются криптовалютами и ставшими популярными в этом году NFT вот они знают да что за фигня это NFT отдельную нишу занимают корпоративные блокчейн платформы создаваемые как доверенная среда для цифровизации самых различных процессов финансовых сервисов реестров документооборота управление цепочками поставок многие другие сценарии вот понимаете да сейчас в двух компаниях представящих платформу работают около 200 человек здесь я где-то посмотрел уже на сколько это все дело распространилось вот зачитаю вот это и на этом закончим в эту деятельность должны были быть вовлечены все банки которые работают с малым и средним бизнесом на момент старта проекта в нем участвовали непосредственно федеральная налоговая служба министерство экономического развития ВПРФ и 10 банков сейчас к системе подключено уже больше 65 банков через блокчейн платформу ФНС выдано таких субсидий примерно на 600 гребаных миллиардов рублей больше чем 350 тысячам предприятий кому блин что это вообще уже 65 банков на основе блокчейн выдают субсидии в 600 миллиардов 350 тысяч предприятий а нам госдума РФ может принять законопроект о запрете криптовалюты ну вообще что происходит вообще просто просто блин противоречие какой-то можете зайти почитать вот это не я придумал короче говоря вот они внедряют это все дело вот в бюджетирование государство голосование в общем во все электронное голосование и много-много чего вот тут вот перечислите полистаете посмотрите вот такие вот делища ребята если вы все еще думаете что ну биткоину типа хана рынок рухнет вас разводят как лохов я вам не советую вообще продавать криптовалюту а накапливать потому что мы постепенненько плавно перейдем в крипту вопрос да а почему нам про это не говорят допустим да возникает естественно вопрос если вся россия все буквально платформы подготовлены к блокчейн не только типа сейчас скоро разработаем да вот или что-то что-то где-то да как-то нет все уже готово все в банке в теме несколько лет уже это тестируется уже все там серьезно уже премий наполучали а про это ничего не говорят почему потому что сначала в россии нужно ввести цифровые деньги этот год будет бета-тест цифрового рубля вот с 1 января до там конца года будет тестироваться цифровой рубль пока не ведут цифровой рубль вот эти компании будут тихо молча сидеть разрабатывать дальше получать премии и молчать в тряпочку вот когда цифровой рубль выйдет его прокачают потом резко начнут запускать все эти системы и вам разрешать покупать криптовалюту почему я думаю что по той причине что цифровой рубль это та система которая будет четко показывать например как движется как двигаются деньги в россии и я думаю что не будут запрещать никакую крипту потому что крипта это часть нашей жизни они просто сейчас цифровой рубль подготовит протестит цифровой рубль будет работать через банк россии контролироваться через вот эту систему waves подготовиться вот все эти программы во все эти программы введут систему как раз таки вот цифрового рубля и людям скажут ну теперь можете покупать и вы через цифровой рубль будете покупать крипту и вся эта дорожка будет как раз таки видна тем самым можно будет контролировать через налоговую систему ваши покупки криптовалюты а сейчас чем мы занимаемся мы пока что покупаем крипту кто где кто где может там урвал например на том же бинансе бинанс это не российская организация соответственно россия не видит что вы делаете то вообще а это стране как бы невыгодно им нужен свой цифровой инструмент это цифровой рубль свои блокчейн системы и своя площадка с криптой и вы уже через цифровой рубль через их систему будете покупать крипту это будет фиксироваться и будет такая государственная система плохо это или хорошо ну это не плохо не хорошо это просто как бы наше государство внутри государственная система ну как бы технология не думаю что это плохо это просто будущее и оно работает я думаю что это даже хорошо это должно быть пусть оно будет пусть разрабатывают я горжусь тем что в россии такая компания они могут такие вещи делать еще всему миру как бы могут показать как это сделать да это же круто это я говорю то же самое что не знаю в космос гагарин полетел блин на на таком уровне в общем то облом на не в этом что это разрабатывается это все круто я за только эти вещи и за цифровой рубль и за эти компании пусть разрабатывают обламывает только то что у нас мы время теряем вот если мы сейчас купим крипту и к этому времени когда это все дело запустится и будет в топах курс подлетит прям очень серьезно и мы за это время можем денег сделать но пока они все это дело как бы покажут так сказать откроют миру типа вот мы есть там уже будет крипто стоить столько что ну смысл в это заходить уже просто не будет ты уже будешь просто покупать это как ну для пользования для круговорота денег но 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 не чтобы сделать иксы да иксануть там сделать нормально денег поэтому вот в этом плане меня это все дело как-то обламывает вот сказали бы например вот такая монетка есть вот где ее купить пока я не знаю какой у них тут кошелек где эту монету хранить что это вообще ну нужно конечно присмотреться вот они видите даже максимальное предложение заложили да 400 миллионов этих монет вот циркулирующее предложение 41 миллион в обороте кто-то же покупает это значит у каких-то компания вот это 41 лям на этих монеток есть и не просто так вот вопрос у кого они да я думаю что как раз таки у тех организаций которые у них заказывают это все дело а здесь еще 400 монеток ну и соответственно так вот рыночная капитализация 9 миллионов долларов да не сказать что пипец как много но и немало тоже вот они есть на coin market cap да там занимают 1094 позицию но тоже как бы не так мало тут 16 тысяч монет они тысячную занимают позицию так что ну вот почему про нее никто ничего не говорит не знаю как-то блин обламывает это все дело так что ребята если вы хотите научиться инвестировать у меня есть мои курсы у меня есть закрытый чат в котором очень много важной и нужной информации вот такие вот подобные таблицы в этом году будут в топах тема с DeFi GameFi Layer 2 и я составил топ лучших монет вот таблица Layer 1 Layer 2 и вы можете зайти прям четко посмотреть портфель какие монеты нужно покупать прям самые-самые вот все протоколы блокчейна уровня 2 вот пожалуйста переходите смотрите также я здесь показываю какие я монеты покупаю лично мои закупы вот захожу и показываю какие я монетки покупаю прям в прямом эфире так сказать очень много видео переводов разных компаний также здесь я показываю какие монеты чего достигнут до 2030 года аналитика примерно в общем предсказания будущего вот исходя из определенных там аналитических систем вы можете зайти сюда по монетам посмотреть например для себя сделать определенные выводы ну и так далее здесь много разной топовой инфы то что я сюда закидываю все только отборное чистое вот то что я лично как бы ценю ищу все добавляю в этот чат вот ссылка в чат будет в описании также в описании будет ссылочка на мой сайт и да еще ребята на моем канале завелся какой-то говнюк который от моего имени пишет комментарии людям я лично никому в личке не пишу ни у кого ничего не прошу если я что-то говорю то это я говорю в видео все мои официальные ссылки закреплены к моему ютуб каналу и вот на моем сайте вот заходите если хотите точно понять это я пишу или нет вот вк мой вот нажимаете переходите на мой вк инстаграм и так далее вот здесь вот мой твиттер этот телеграмм твиттер все странички которые мои личные а на канале короче чувачок какой-то походу ну хочет сделать денег заходят на канал и пишет от моего имени и там у людей просит деньги типа я вам пишу чего-то от вас хочу никому в личке не пишу ни от кого ничего не хочу мне это нахер не сдалось если я что-то говорю то это я говорю в видео вот я сейчас говорю вот мой канал вот мой официальный вот сайт заходите сюда и на моем официальном сайте также вам будут предлагать левые какие-то курсы которые вообще я не продаю и некоторые люди попадались на эту вот фишку потом мне пишут Эдгар где курсы я не знаю где курсы с кем вы там общаетесь вот официальный сайт вам трудно посмотреть с кем вы говорите там каракули какие-то типа мысля от Эдгара чего-то там чего-то даже не смотрите с кем разговариваете кто вам пишет любой дурак вам напишет вот я там чего-то предлагаю и все заходите на мои официальные странички вот и отсюда вы уже переходите здесь есть ребята раздел курсы вот заходите у меня есть если вы первый раз в этой всей теме я думаю что вы поняли что мир крипты будет развиваться в этом можно хорошо зарабатывать и ваше будущее как раз таки будет зависеть от инвестиции от блокчейн систем и если вам кто-то говорит что это все разрушится посылайте нахер таких людей потому что блин вот я вам уже перечислил россия уже готова к этому подготовлено все просто вы можете остаться блин ну позади поезда и будете обламываться потом почему в то время вовремя не зашел в это все дело вот у меня есть например курс для начинающих если кто первый раз как купить крипту где купить какие кошельки открыть что вообще делать нужно как составить крипто портфель какие монетки купить и так далее также есть вот зайдете сюда вот акция например если вы первый раз и вы хотите комплексом понять что вам делать у меня есть вот пять основных курсов которые по отдельности тоже продаются но если пять сразу разом берете вот они будут по семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей вот переходите на этот курс вводите сюда тридцать и куда-нибудь щелкаете семь пятьсот шестьдесят далее нажимаете заказать и вам открывается вариант paypal карта яндекс деньги тоже карта ну и так далее оплачиваете вам приходит ссылочка на почту если вдруг через пару минут ссылка не пришла напишите мне в личку вот здесь вот вконтакте или в телеграм я вам проверю если что-то не так отправлю вам эту ссылочку в курсах также есть у меня очень интересный такой курс это просто мега шикарный курс это холодный кошелек леджер и метамаск леджер это холодный кошелек который на котором я вот закидываю показываю вот вам как раз таки этот леджер вот на леджере уже очень много разделов есть вы через леджер через крипту уже можете зайти и например оплатить криптой вазон сбермаркет мегафоны всякие вообще все что хотите вот также можно здесь все это дело застейкать да под процент это все положить в этом курсе я рассказываю как это все делать потому что там очень много разных нюансов и потом есть еще такой кошелек как метамаск интернет кошелек как его установить зарегистрировать и еще этот метамаск связать с леджером чтобы все что вы покупаете в метамаске попадал напрямую в леджер также есть xrp это по монете все аэрдропы по xrp ну и так далее есть по игровым монетам например курс вот очень важный курс где вы можете узнать какие игровые монеты дадут иксы а этот год будет как раз связан с игровыми монетами ну и если хотите попасть мой закрытый чат вот прогноз цен 2030 портфель нажимаете тут вот все расценки вот нажимаете на эту ссылку попадаете в telegram бот и там выбираете оплату как вы хотите оплатить там есть один день месяц и 12 месяцев в основном все люди кто заходят это на 12 месяцев сразу на год вот сумма вот в долларах так же можете криптовалютой оплатить получаете доступ к моему вип чату закрытому и там вся информация в течение 22 года будет весь мой крипто портфель какие монеты я советую что будет топово в этом году прогнозы цен ну и так далее в общем много чего интересного так на этом ребята наверное остановимся что у нас тут происходит биткоин также 42 тысячи короче не слушайте никого все это короче брехня мир развивается блокчейн устанавливается и биткоин будет все дороже и дороже становиться он может играть там туда-сюда как-то да вот чуть выше чуть ниже но в итоге он опять даст жару и у биткоина только одна цель идти вверх вот он будет стоить там несколько миллионов долларов и это будет так никуда вы от этого ребята не денетесь но в промежутке конечно же вас попытаются разводить не ведитесь короче на это дело на этом все увидимся в будущем в бесконечности да прибудет с нами грёбаный блокчейн да 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 вот м л ведите Продолжение следует...